Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Надеюсь, что вы увлечены томатами, выращиванием томатов разными сортами, точно так же, как и я. Поэтому уверен, что сегодняшний выпуск будет для вас очень интересным. Одна из проблем выращивания томата, особенно длинноплодных сортов, это вершинная гниль. Вершинную гниль очень часто связывают с недостатком кальция в почве. Однако же, существует множество других причин вершинной гнили. Это и избыток калия, калийных подкормок в почве, в первую очередь с помощью зольных растворов. Зольные щелочные растворы без гашения уксусом вызывают связывание кальция в почве, его становится недостаток, не то, что его нет в почве, но он становится недоступным растением. Поэтому использование на томате непогашенных уксусом зольных растворов является очень-очень вредным. Избыточное внесение монофосфата калия также является вредным и также может вызывать формирование вот этой вершины гнили у чувствительных сортов. Второе, это я сказал сейчас про чувствительные сорта. Многие сорта, как над ними ни пляши, как ни старайся, у них все равно очень часто возникает вершинная гниль. То есть, есть генетическая составляющая. Соответственно, избегайте таких сортов, просто не высаживайте их у себя в теплице и все дела, и будет все очень хорошо. Третий фактор, который влияет на формирование вершины гнили, это, конечно же, жарища. Жарища, и у нас есть ролики про то, как избавиться от жары в теплице, как спасти томаты от жары. И вот одним из неприятных сопутствующих таких явлений жары является вершинная гниль. Ну и что касается кальцевых различных удобрений, внесения кальция, многие рекомендуют обрабатывать кальцевыми удобрениями, кальцевые селитры, например, по листу. Кальций на самом деле очень слабо подвижен в растениях, как и магний, поэтому листовые подкормки являются малоэффективными. Против вершины гнили надо бороться путем полива кальцевыми удобрениями под корень. Для меня самым-самым-самым любимым способом вот в этой теплице у нас никакой вершины гнили нет, даже на перцевидных томатах, даже на длинных томатах нет вершины гнили. Потому что для меня любимым способом является растворение 3-4 столовых ложек доломитовой муки. Она является источником и кальция, и магния. Вот вы здесь такого дефицита магния серьезного не увидите, потому что мы постоянно пользуемся этим способом. Так вот, растворение в литре 9% столового уксуса, доведение до 10 литров воды и подлить по пол-литра по литру под каждое растение по пролитой земле. Вот это прекрасная профилактика вершины гнили, что касается именно подкормки кальцием. И вот я вам еще скажу относительно использования молочной сыворотки. Но все знают, что молочные продукты богаты кальцием. И на этом основании очень многие рекомендуют использовать подкормки молочной сывороткой в качестве источника кальция. Однако, я вам хочу сказать, что кальция в сыворотке так мало, а потребление томатами кальция достаточно большое, что вам надо или, понимаете, по 10 литров бидонами какими-то лить эту сыворотку, для того, чтобы восполнить дефицит кальция в растениях. Или все-таки подобрать иные способы. То есть, несмотря на то, что сыворотка содержит кальций, его количество там недостаточно. И уж совсем бессмысленно обрабатывать ради профилактики вершинной гнили сывороткой по листу. Даже несмотря на то, что кальций там есть, он является абсолютно недоступным для растений. Он там органически связанный в сыворотке. Его добыть, оттуда достать, не представляется растению никакой возможности. Ну, в крайнем случае, он в виде лактата кальция находится, и он тоже в этом соединении является очень труднодоступным для растений. Поэтому, хотя обработка сывороткой, опрыскивание сыворотки является очень хорошим способом для профилактики различных болезней у томата, но профилактикой вершинной гнили этот способ не является. Что ж, вот эти простые напоминания про профилактику лечения вершинной гнили, я уверен, помогут вам избежать этой проблемы и не скатиться на некомпетентные советы, которые в том числе иногда рекомендуют использование массированных азотных подкормок для профилактики вершинной гнили, в то время как как раз избыток азота может и вызывать вершинную гниль. Исключите полностью нашатырный спирт из подкормок томата, по крайней мере, в период от начала завязывания плодов, иначе вершинка вас будет преследовать постоянно. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»